Привет, сирокезы-смотрящие! Давненько мы не смотрели, как дела на строительстве нового торгового центра ЮСКО. Как известно, на этом месте чего только не было. Началось все. Супернета такой дешевый магазин был. Потом мини-римми. А потом все, остановилось. Вот как видим, строить, перестраивать старое, это себе дороже. И если поначалу казалось, что что-то там будет меняться, то вот видите, в результате все оказалось совсем по-другому. Просто разбирают старый каркас. Фактически там от него ничего не остается. И будет, скорее всего, по стандартам уже нового продавца, что называется, создан свой магазин. Вот здесь интересный закуток. Получается, теперь можно будет как-то выехать и заехать. Ну, то есть, дополнительная автомобильная развязка как бы получается. Ну, если верить тому, что происходит. Продолжение следует... Конечно, как всегда, встает вопрос парковки. Вы представляете, что будет в этом месте, когда откроется этот магазин? И если там в обычный продуктовый магазин приезжало 6-7 машин, которые там парковались, ну, не 7, ладно, 10, то как тут парковаться будут все остальные, если... Ну, конечно, будет, наверное, создана дополнительная парковка. Но все равно центр города наш, ну, не центр, а вот, скажем, Адриушен и Салавия, который пересекает весь город магистралью, так скажем, основной. Вот такие торговые центры в городе, они как бы не очень хорошо, на мой взгляд, потому что блокируют фактически движение. Тут бывает иногда, на этом перекрестке, все же отлично знают, что выехать, например, с Лубана съела на Адриушен со стороны Дарзова. Но это бывает такая проблематичная задача. В частке их там хвост торчит, вот начинают, вот стоят машины и до самой Дарзовой он стоит, а бывает еще и там надо подумать, как заехать. Поэтому при открытии этого магазина, конечно, тут, ну, не знаю, может быть, это все учтено, а скорее всего, все как всегда. Поэтому будем мириться, наверное, с дополнительным транспортным таким коллапсом, потому что все сложно в этом отношении, все сложно. Мы не раз уже вспоминали про проектировщиков дорог, проектировщиков развязок. Думаю, будет повод удивиться еще какой-нибудь находке проектировщиков. То есть, позовем, увидим, не так долго осталось, наверное, процесс идет бойко. Смотрите, там бетон бьют. Магазин увеличился фактически в два раза, да, то есть, даже если посмотреть по объему, который был и который добавился, ну, фактически второй такой же магазин получается, если не больше. Ну, действительно, тысяча квадратных дополнительных. И, как видим, дорожки меняют хорошие на новые. Ну, то есть, благоустройство идет. Вообще, этот район, конечно, преображается. Вообще, город Резак, конечно, преображается. Ничего тут не скажешь. Ну, хозяйство большое и, как уже не раз говорили, если в одном месте мы что-то строим, то пока мы строим в одном месте, в другом месте уже надо опять реконструировать. Но это такая жизнь. Тут от этого не бежишь. Что-то строится, что-то ломается. Ничего с этим уже не поделаешь. Адь-дь-дь-дь-дь-дь-дь-дь. Ну, и, конечно, Lidl. Он уже стал привычен для горожан. Но, однако, пользуются, конечно, есть почитатели свои этого магазина. Хотя, вот, мне лично Lidl не очень нравится. Не знаю, почему. Видимо, я даже не знаю, почему. Не могу аргументированно сказать. Наверное, не по пути. Мне как-то неудобно. Он не в моей зоне влияния. Мне надо специально куда-то отворачивать, куда-то приворачивать. То есть, я там редкий гость. Ничего особого для себя там нахожу. Что-то можно, конечно, купить. Кто-то что-то находит. Но это дело вкуса каждого, что называется. И, конечно, меня порадовали вот эти вот домишки, которые один, вы помните, была целая эпопея там с утеплением этих домов. А теперь вот видим уже два дома у нас получается красиво оформлены. Смотрите, как если бы весь город был в таком наряде, уже третий получается, он там вдали тот, который там долгие разбирательства были. Это вот первый дом был, утепляли красиво. А эти два вот дополнительно уже выглядят симпатяшками. Если все пятиэтажки советского периода вот так вот красиво реновируют, то город заиграет новыми красками. Смотрите, как симпатично. Как будто только что построили. Не важно, что ему запад, наверное, лет сорок. Вот такая красота Розыкненская открывается, нашему взгляду, с красоты птичьего полета. Погода сегодня действительно первый день, пожалуй, летняя. То есть, наконец-то полнолуние прошло, погода поменялась, и теперь у нас надрезок на вот обещают солнышко. Завтра уже до 25, сегодня было где-то 24-22. Ну, тепло было, на солнце было достаточно тепло. И, конечно, всех интересует вопрос, и меня тоже. Вот святое место пустое стоит, ну, конечно, оно не будет пустовать. И город еще чем-то украсится, видимо, когда-то вот на этом местечке. Пока пустырь. Но, как это у нас часто бывает, внезапно пустырь превращается, пустырь превращается в какую-нибудь еще новостройку. Собственно, на этом все. Всем удачи, всем пока. Увидимся, не последний день живем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok